Этот короткий выпуск я решил посвятить одной вдохновляющей видеозаписи. Видеозаписи из Беларуси, на которой белорусские протестующие реально напугали банду режима Путина Лукашенко. Обычно Ньюсейдер не фокусируется вот на таких отдельных эпизодах и предпочитает делать большие аналитические сводки. Но этот случай, на мой взгляд, является исключительным. Потому что, по сути дела, мы имеем первое успешное для белорусского народа силовое противостояние с оккупантами. Демонстранты сумели реально напугать их, привыкших безнаказанно сбивать людей. Местные жители встали на защиту соотечественников, которые попали под дубинки извергов. Те резко присмирели, когда оказались перед живой стеной людей, которые, в общем-то, если бы не этические барьеры, попросту разорвали бы в клочья вот этих жалких трусов, которые проявляют смелость только тогда, когда нападают большой группой на отдельных беззащитных одиночек. Особенную смелость им, по всей видимости, передают маски, спасающие их от дальнейшего преследования международных судов и санкций, из-за которых, между прочим, они могут оказаться невызными из Беларуси. У нас сейчас есть множество видео, на которых троглодиты в форме с опознавательными знаками и без таковых избивают беззащитных белорусов. Но при этом у нас есть только одна первая видеозапись, на которой происходит нечто обратное, когда белорусы дают отпор вот этим людоедам. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, что из этого следует? Очевидно, первый шаг к выстраиванию обороны белорусами сделан. Однако это, конечно, было стихийное действие, и при том на отдельной граничной площади, и очевидно, что участвовали в ней, в общем-то, не все протестующие, которые ежедневно выходят на площади городов Беларусь. Тем не менее, сам по себе вот этот факт, вот этот эпизод, он уже очень важен. Важен в том числе и как пример для всех протестов в целом. Некоторые белорусы то и дело открещивались на протяжении последних недель. У нас, мол, не Майдан. Но я уже неоднократно говорил, что Майдан на самом деле это единственная альтернатива двум крайностям, которые приведут либо к разрушению страны, либо так или иначе консервации протестов. То есть мы говорим либо о рафинированных погромах, либо о рафинированном гандизме, то есть ненасильственном сопротивлении. В первом случае есть риск обрушиться в спираль кровавого противостояния с сотнями и тысячами жертв. Во втором случае протесты могут попросту затянуться настолько, что обретут венесуэльский оттенок, когда нелегитимный президент продолжает оставаться у власти благодаря поддержке своего силового аппарата. Конечно, венесуэле есть какая-никакая нефть, пусть и под санкциями, но на силовую верхушку, собственно, доходов от этого вот экспорта все-таки хватает. Зато у аппарата Лукашенко, я напомню, есть финансовая подпитка из Москвы, которая тоже, в общем, позволит ей физически так или иначе существовать неопределенно долгое время. Тем временем неорганизованных протестующих будут продолжать похищать, избивать и убивать. А это, безусловно, деморализует протест. Зато настоящий Майдан — это живая крепость из людей. Полустационарная, полумобильная крепость, организованная как мини-государство. Внутри днем и ночью живут протестующие в палатках за счет налаженных поставок продуктов питания, в том числе. А на внешнем контуре мы имеем силовую защиту из разного рода предметов. И, наконец, самое главное — это охрана. Охрана, которая стоит по периметру и защищает тех, кто находится внутри. Эта охрана вооружена различного рода орудиями ближнего боя, а иногда даже и огнестрелами. Собственно говоря, вот этот самый момент, он ключевой. Разогнать такую крепость без применения танков и авиации просто практически невозможно. Рискнет ли Лукашенко или Путин, или оба они, на применение уже полноценной армии против такой крепости? Ну, это отдельный разговор. По крайней мере, в физическом противостоянии даже с большой группой силовиков, ОМОНом, такая крепость имеет все шансы выстоять. Мы все помним, как украинцы сначала отбивались цепями, потом отстреливались, а потом победили. Победы мы желаем и белорусскому народу. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на Ньюсейдер и при желании поддержите нас через платформу Патреон и другие ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. Благодаря вашей финансовой поддержке таких материалов становится больше, а их качество растет. Берегите себя. Благодаря вашей финансовой поддержке.